Ровно 76 лет назад, в 1945 году, в Крыму проходило исторически важное событие – Ялтинская конференция Большой Тройки, где собрались лидеры стран антигитлеровской коалиции. Тогда в республике решались вопросы международного уровня. Именно Ялта стала местом, где было принято решение о создании организации объединенных наций и разработаны главные параметры послевоенной жизни. В дни конференции Крым стал настоящим центром мировой политики. В честь памятной даты на территории концлагеря «Красный» традиционно прошли памятные мероприятия. «Консенсус, который был здесь достигнут, он определил существование мира на долгие-долгие годы. И до сих пор многие, в принципе, работают, несмотря на все попытки их изменить или подточить. Поэтому значение этой Ялтинской конференции очень-очень важно. Мы постоянно изучаем эти материалы и находим какие-то новые оттенки или новые интонации того очень сложного периода, в котором эта конференция проходила». Опыт Ялтинской конференции актуален в наше время. По мнению правительства Крыма, противоречия между мировыми государствами неизбежны, но при этом их лидеры должны уметь в первую очередь договариваться. Власти республики уверены – Крым и по сей день заслуживает быть площадкой, где должны решаться вопросы мировой политики. «Решения, которые могли бы быть приняты в перспективе здесь, в Крыму, это было бы, конечно, исторически очень значимо. Во-первых, подтвердить законность нашего крымского референдума и крымского выбора народов, определиться с нормами поведения в дальнейшем в мире. Одной из норм могло бы быть прекратить устраивать военные перевороты в любых странах. Народы должны сами разбираться в своих проблемах и решать задачи так, как они их видят». После церемонии возложения цветов на территории мемориала состоялось заседание, посвященное памяти исторических событий Второй мировой войны, где участники встречи обсудили прошлое и будущее Крыма в мировой политике.